А пожалуйста, да вот там с большим плакатом, что там написано, я не вижу. Владимир Владимирович, сегодня очень много говорили о нефти, но может быть чуть-чуть вспомним об угле. Мы уже, Василий Лощанов, радио Гузбасса, мы уже на прошлой неделе добыли 150 миллионов тонн этого топлива. Будет ли изменение в балансе, в энергетическом балансе страны соотношения и есть ли почва под слухами об укроплении регионов в ближайшее время? Спасибо. Что касается энергетического баланса, то было бы правильно, если бы мы меняли постепенно этот баланс. Но я думаю, что это, прежде всего, экономическая категория, а не директивно-административная. Потому что сегодня, скажем, цена на газ внутри страны где-то примерно 35 долларов за тысячу кубов. Она только-только приближается к нулевой отметке рентабельности. А на внешних рынках в среднем мы продаем по цене около 150-145-147 долларов за тысячу кубов. Разница очевидна. Вот отсюда и стремление всех потребителей воспользоваться услугами «Газпрома». Что в конечном итоге ставит компанию в достаточно сложное и напряженное положение. Это, в известной степени, является и предметом наших острых дискуссий с нашими коллегами в Евросоюзе. Было, во всяком случае, в ходе обсуждения вопросов, связанных с нашим присоединением ко Всемирной торговой организации. Мы договорились о том, что цены будут повышаться, но будут повышаться поэтапно, имея в виду большую энергозатратность российской экономики, доставшейся нам из советских времен. Но по мере выравнивания ценовых параметров будет происходить и изменение в балансе, о котором вы сказали. Ввести это директивным образом вряд ли представляется возможным. Вместе с тем, хочу обратить ваше внимание на то, что и горняки должны внедрять не только современные методы добычи, но и участвовать в использовании тех ресурсов, которые они добывают. Потому что современные способы использования, скажем, угля в электроэнергетике, они хорошо известны, на них нужно затратить деньги, это инвестиционная составляющая, но она дает новое дыхание этому виду топлива. И это вполне возможно и обоснованно. Тем более, что все крупнейшие энергетические компании, в том числе и наша компания «Газпром», стремятся к тому, чтобы диверсифицировать свою деятельность. Вы знаете, что крупнейшие мировые компании, там BP, RexonMobil, Shell и так далее, они занимаются и электроэнергетикой, и нефтью, и переработкой нефти, и газом, и сжиженным газом. То же самое у нас будет делать и «Газпром», к этому стремиться. Но и те, кто работают в сфере добычи угля, мне кажется, тоже должны диверсифицировать свою деятельность. – Спасибо. Армения, газета «Авангард» Бутайангуар. Недавно в Армении председатель Госдумы Борис Грызлов объявил, что Армения является южным сурпостом России. Скажите, пожалуйста, вы тоже согласны с Борисом Грызловым? Спасибо. Я согласен с тем, что Армения является для нас стратегическим партнером, и в некоторых сферах нашего сотрудничества мы продвинулись так далеко, как не продвигались с другими нашими коллегами. Например, я уже упоминал о том, что у нас в Армении достаточно крупная военная база, она функционирует успешно, и сотрудничество в этой области, надеюсь, будет развиваться. Нам бы хотелось, чтобы в рамках договора о коллективной безопасности отношения подобного рода у нас складывались со всеми партнерами, а сам круг участников договора о коллективной безопасности расширялся. В том числе расширялся бы и за счет стран Кавказского региона. Мы полагаем, что работая вместе за одним столом в таких организациях, может быть, больше точек соприкосновения нашлось бы и между Арменией, и Азербайджаном, между другими нашими партнерами и коллегами. Так что отношения с Арменией у нас, повторяю, находятся на очень высоком уровне, и мы будем стремиться к тому, чтобы они развивались дальше. Я прошу прощения, на вторую часть вашего вопроса я не ответил. Это касается укропнения регионов. Мы не будем подталкивать этот процесс, но напомню, что он полностью находится в компетенции самих регионов. В некоторых случаях он, конечно, является обоснованным, как это было в Перми, допустим. Как это происходит сейчас в Перми. Но, конечно, маленькие, небольшие субъекты федерации в целом с экономической точки зрения не являются самодостаточными. И в интересах людей, которые там проживают, в интересах обеспечения их социального самочувствия, конечно, это часто обосновано. Повторяю, искусственно не будем форсировать никак этот процесс, и вообще не думаю, что это является стратегическим направлением развития внутриполитической ситуации и строительства российской государственности. Нам не нужно 3-4-5 огромных регионов, ни к чему это. Но, повторяю, там, где это обосновано, экономически прежде всего, мы такие процессы будем поддерживать. Да, ну, пожалуйста, вот девочка, да. Не-не, там девочка, а потом, а потом, а потом, ладно? Спасибо. Телекомпания Ингушетия, Елизавета Сампеева. И у меня вот вопрос в своем послании к Федеральному собранию. Вы отметили, что не все в мире хотят иметь дело с сильной самоуверенной Россией. Немаловажную роль играют и регионы. Самоуверенно это вы загнули, я так не говорю. Может ли молодая республика Ингушетия, которая всего 12 лет, надеется на то, что на поддержку Федерального центра в решении социально-экономических проблем, которых очень много накопилось в республике. И у меня второй вопрос, что нужно, на Ваш взгляд, для того, чтобы на данном этапе помочь вынужденным переселенцам, которых на сегодняшний день в Ингушетии насчитывается несколько десятков тысяч. Спасибо. Что касается поддержки регионов, прежде всего регионов Юга России, то, должен сказать, что она осуществляется и осуществляется в масштабах, которые гораздо больше, чем поддержка других регионов Российской Федерации. Фактически почти все эти регионы относятся по основным параметрам к депрессионным регионам. Самая главная задача там создания собственной экономики и собственных рабочих мест. Это в значительной степени будет зависеть от самих субъектов Российской Федерации на юге России. Нужно таким образом организовывать производство и свою экономическую жизнь, чтобы становиться более и более самодостаточными. Разумеется, без поддержки Федерального Центра решить эту задачу быстро и эффективно не удастся. Поэтому у нас есть соответствующие программы, есть определенные договоренности на уровне правительства с президентом Зятиковым, к которому я отношусь с большим уважением. И мы все это будем осуществлять. Все это будет продолжаться. Вынужденные переселенцы. Конечно, все, что мы наметили в сфере выплаты компенсации за утраченное жилье, думаю, что это одно из основных направлений, которое и должно решить эту проблему. Но не единственное, конечно, те, кто остались в самой республике, они в Ингушетии, я имею в виду, они тоже вправе рассчитывать на получение этих.